В прямом эфире новости на своем. Меня зовут Александра Слободская. Здравствуйте. И вот о чем расскажем в этом выпуске. Новые вызовы, новые решения. Главные моменты послания губернатора, которые повлияют на жизнь каждого. Уступайте дорогу пешеходам. Как на практике учат юных ставропольцев правилам дорожного движения в сюжете Анастасии Зубрицкой. Не рыба, но мясо и колбасы. Как их производят на Ставрополье, смотрите в сюжете Кристины Бородюк. Глава Ставрополя Владимир Владимиров огласил ежегодное послание Думе региона. Губернатор выступил перед федеральными и краевыми депутатами, членами правительства региона, главами территорий и общественниками. Владимир Ах подвел итоги работы в прошлом году и отметил, что экономика края преодолела вызовы коронавируса. Результаты в сферах строительства, промышленности и АПК выше допандемийных. Среди других важных тем развитие импортозамещения, поддержка сельхозтоваропроизводителей и бизнесменов, туризм и молодежная политика. Также губернатор подчеркнул, что меры поддержки военнослужащих расширят, увеличат и ежегодную краевую выплату детям войны. Большой репортаж о главных моментах послания смотрите сегодня в вечернем выпуске новостей в 19.30. И переходим к информации по коронавирусу. С инфекцией справились еще 64 ставропольца. Общее число выздоровевших в регионе превысило 187 тысяч. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в соцсети ВКонтакте. За минувшие сутки плюс 98 заболевших, два пациента скончались. Не забывайте защититься от вируса, помогают вакцинация и ревакцинация. Натуральные мясные деликатесы, колбасу, сосиски и сардельки производят у нас в Новоалександровском округе. По собственным рецептам там создают более 80 видов изделий. Это салями, варенка, копчености и многое другое. Что берут охотнее и куда поставляют ставропольскую продукцию? У Кристины Бородюк тоже потекли слюнки. Этот цех напоминает большую кухню. Сейчас специальный аппарат перемешивает разные виды фарша и специй для будущих колбас. Расскажите, что вы используете. Старорусскую полукопченую колбасу. Что за мясо используете? Свиноговяжий состав. Составы только натуральные. Сырье на предприятии используют отечественные. Рецепты создают сами, опираясь на нормы ГОСТа. У нас есть свои разработки, технические условия, в которых мы работаем. У нас очень хороший сервелат австрийский, салями повенский, который пользуется очень популярностью наших покупателей уже на протяжении не одной десятка лет. После формирования батонов колбасу отправляют в коптильный цех. Температура здесь около 70 градусов. Время копчения у каждого вида разное. Мы находимся в холодильной камере. Это один из заключительных этапов производства. Готовая копченая и вареная продукция поступает сюда и хранится от 5 до 10 часов, а уже затем ее отправляют на упаковку. Комбинат в Новоалександровске выпускает мясные деликатесы, колбасы, сосиски, сардельки, консервы и полуфабрикаты. Отправляют продукцию в торговые точки по всей России. Каждый год география растет. Мы обслуживаем регионы Ставропольского окрая, Ростовской области, Краснодарского окрая, Республика Адыгея, Республика Калмыкия. Также мы поставляем продукцию в регионы нашей столицы, нашего государства. Это Москва. И, как считают, второй столицей – это город Санкт-Петербург. Не так давно комбинат расширился. Теперь здесь есть логистический центр и современное оборудование. Построили новый комплекс благодаря господдержке, а именно льготному кредитованию. Мясную дегустацию завершают Кристина Бородюк и Иван Шаталов. Ставропольское телевидение. Дорога к безопасности. На этой неделе мы поздравляем тех людей, которые учат нас важным для жизни правилам. 90 лет отмечают сотрудники службы по пропаганде ГИБДД России. Именно от них зависит культура поведения на дорогах. Как проходят рабочие будни ставропольских сотрудников, увидела Анастасия Зубрицкая. Почему-то я не вижу у вас света возвращающих элементов на ваших транспортных средствах. И на одежде нет. Может быть, на рюкзаках есть? На рюкзаках есть, а у нас их с собой нет. Нет у тебя, да? Она идет на работу, а по пути рассказывает о правилах жителям. И большим, и маленьким. Анастасия – инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения. Почему пристаем к людям на улице? Мы хотим быть уверены, что дети, не только когда мы приезжаем на беседу в школу, и они сидят за партой, рассказывают о том, что соблюдают правила дорожного движения, знают их, а убедиться в условиях уличной дорожной сети о том, что они на практике действительно это делают. А вот уже практика сменяется теорией. Детский сад номер 7 Ставрополя. Группа юных инспекторов дорожного движения. И Настя в роли учителя. Мы сначала что, смотрим на сигнал светофора, правильно? Да. Какой сигнал нужен? Зеленый. Мы ждем, пока загорится зеленый цвет. А в роли майора полиции Игорь. Ему всего пять лет. Мальчик мечтает стать автоинспектором. Что им интересно быть. Почему? А что такого интересного? Ну, у него красивая форма, прикольная, наловить всяких нарушителей. Также в детстве с профессией определилась и Анастасия Черноволенко в школе. Она вступила в ряды юидовцев. А последние восемь лет за свое любимое дело получает зарплату. Уникальность нашей работы в том, что она многогранна. И можно проявить себя не только как настоящий сотрудник полиции, но и как заботливый педагог, обучая детей правилам дорожного движения. И учат так, чтобы запомнилось отдельное внимание импровизированной практики. Уступайте дорогу пешеходам. Такие знания, уверены воспитатели, и дети точно не пройдут мимо. Вот если машина будет очень-очень сильно ехать и не посмотрит на светофор эта машина, а будет классно для машин, она может сильно плодить, а мамочка какая-то может идти, и та машина сбьет мамочку. Водитель, а можно у вас пару слов? Скажите, пожалуйста, а если мамочка с коляской пойдет на красный свет, что делать? Надо остановиться. Кем ты хочешь стать? Полицейским. Почему? Потому что полицейский – это важная профессия. Их работа – предотвратить дорожно-транспортные происшествия. И, конечно, сохранить жизни людей. На это нацелен весь отдел по пропаганде безопасности дорожного движения. И в этом году ему исполняется 90 лет. Ну что, ребят, споем? Да. Три-четыре. Если красный свет горит, значит, ауди стоит. Соблюдай ПДД и дружи с ГИБДД. Соблюдай МПДД и дружи с ГИБДД. Девяносто, но уже в форме машин в честь праздника выстроили и сотрудники госавтоинспекции города. Кстати, результаты работы своих коллег по пропаганде чаще всех встречают инспекторы, патрулирующие дороги. Когда бабуля идет с внуком, бабуля в какие-то моменты не видит силы своего возраста, внучок устанавливает за ручку, говорит, бабушка у нас красная горит, постой, подожди. Воспитывать тем временем продолжают Анастасия и ее коллеги. Несмотря на профессиональный праздник, у них насыщенный рабочий день и следующая точка в лицее номер 15. Сейчас как раз проверим. У нас недавно был конкурс городской, как дети полученные знания будут на практике применять. Экзамен от инспектора все сдали на отлично. Для чего нужно знать правила дорожного движения? Ну, чтобы не очутиться в серьезной беде, чтобы у тебя все было хорошо и ты могла жить счастливо. Лучшая оценка работы отдела по пропаганде, уверяют сами сотрудники. Статистика. Конечно, когда мы смотрим показатели аварийности и видим, что идет снижение детского дорожно-транспортного травматизма, это значит, результат нашей работы действительно положительный. И большая работа в этом направлении продолжается, в чем убедились Анастасия Зубрицкая и Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение. В Ставрополе на проспекте Карла Маркса планируют отреставрировать три исторических здания. Одно из них построили еще в первой половине 19 века. Сейчас проект проходит стадию согласования. Работы пройдут под эгидой Всероссийского фестиваля «Том Сойерфест». О других новостях края в нашем обзоре. В поселке Щелканье отремонтировали фельдшерско-акушерский пункт. Там заменили систему отопления, оконные и дверные блоки. Также обновили кровлю и напольное покрытие, провели отделку внутренних помещений, сообщили в региональном Минздраве. В ближайшее время ФАП оснастят современным оборудованиями мебели. Реконструкция прошла благодаря краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения. В этом году в Кочебельском округе отремонтируют двухкилометровый участок трассы Казминская-Васильевский. Там обновят покрытие проезжей части, укрепят обочины, установят знаки и нанесут разметку, сообщили в региональном Миндоре. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Станица Суворовская обновляет дом культуры. Уже утеплили и реконструировали фасад. Внутри здания меняют инженерные коммуникации. После ремонта в ДК разместятся студии по вокалу, хореографии и театральному искусству, а также костюмерная и гримерная комнаты, сообщили в Министерстве культуры Ставрополье. Реконструкция проходит благодаря нацпроекту «Культура». Больше новостей ищите на нашем сайте stv24.tv. Также мы есть во всех социальных сетях. Подписывайтесь. А у меня на этом все. В студии была Александра Аслабацкая. Увидимся. Здравствуйте, друзья. Прогноз погоды на четверг, 26 мая. Потепление снова начинается. В центральной части края до плюс 22. Облачно с прояснениями, без осадков. И очень слабый ветер. Почти штиль. Глядишь, так и летняя погода установится в конце маята. Световой день 15 часов 13 минут. Магнитное поле спокойное. Луна продолжает убывать. На Кавминводах тоже, можно сказать, потеплеет. Примерно на 3 градуса. А вот ветра тоже почти не будет. Значит, и по ощущениям. Температура так на градуснике. До плюс 19 в Пятигорске, Железноводске и Есентуках. Ну, а в Кисловодске со всех сторон окруженными горами традиционно прохладнее. Всего плюс 17 днем и до плюс 8 вечером. И без осадков на всех курортах. На востоке края тепло уже больше 23 градусов. Облачно с прояснениями, без осадков. На севере, выпатывая дивном, почти так же. До плюс 23. Но ветер 2, а даже целых 3 метра в секунду. И так же без осадков. На сегодня о погоде все. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова